Друзья, всех приветствую! Сегодня у нас традиционная для среды встреча с Виталием. Мы для вас разбираем общую рыночную ситуацию с точки зрения техники фундаментального фона, подсвечиваем актуальные возможности и очень рассчитываем на то, что вы все-таки прислушаетесь к тем или иным аргументам и непосредственно проявите другую активность. Потому что рынки очень интересные, волатильность остается выше средних, фундаментального фона хватает, хоть отбавляя буквально действительно по всем странам какие-то предпосылки для мощных движений, начиная от общего восприятия регионального актива рыночных настроений и заканчивая действия центральных банков региональных, которые все сейчас пытаются как пожар возникшую проблему с инфляцией потушить. Разумеется, разгоняя процентные ставки и задействуя другие инструменты денежно-передительного стимулирования. Но глобальные настроения, они, конечно же, негативные. Мы об этом точно можем сделать вывод, учитывая, как сильно просил американский фондовый рынок и не только, как сильно забрался доллар, который является эталоном сейчас защиты активов. Потому что сейчас очень многие ожидают усиления вот этого полномасштабного финансово-экономического кризиса и настраиваются на полноценную рецессию американской экономики. Потому что как ФРС не хотел бы сейчас всех убедить в том, что его действия по росту процентной ставки только лишь направлены на предотвращение перегрева экономики и недопущение роста инфляции, но он до конца не знает и лишь надеется, что эти самые ужесточения монетарной политики не станут причиной рецессии. Вот на своих брифингах я приводил очень интересную статистику, я ее взял, что за последние 100 лет, когда американский регулятор действительно ужесточил монетарную политику, в 11 случаях из 14 наступала рецессия. И только лишь два раза ФРС смог посадить мягко экономику. Ну, я думаю, что это скорее исключение. Два раза, потому что 11 раз вот это уже попахивает системой. Поэтому сейчас, конечно же, я понимаю, что те, кто очень сильно переживает за то, что дальше будет хуже, и ФРС вроде как пытается решить какую-то проблему, но вот этим решением он создает еще больше трудностей на перспективу. Не могу не спорить, потому что скорее уж повторится 12 раз вот этой рецессии, нежели чем будет очередная мягкая посадка. Так, по поводу сегодняшних идей я предлагаю вот три актива рассмотреть. Я бы еще добавил, Артем, что реальной целью ФРС является не то, что они сообщают сделать мягкую рецессию или что-то улучшить. Их цель – это заработать деньги своим владельцам, акционерам ФРС. А что будет с экономикой, им по барабану. Ну, мое мнение, правильно ты даже статистику сделал, что в большинстве случаев, там, получается, процентов где-то 70, получается все наоборот. И так и дальше будет. Поэтому как-то вот так. Да, посмотрим. Будет очень интересно вообще наблюдать за закрытием этого года и за тем, что будет дальше. Потому что, кто знает, друзья, может быть, мы как раз прямо сейчас становимся свидетелями начала какого-то грандиозного финансового кризиса, который войдет в историю. И кризис с восьмого года мы будем вспоминать как какие-то цветочки. Ну, время покажет. Для трейдеров, для спекулянтов, конечно же, чем жарче на финансовых рынках, тем больше шансов заработать. Но я надеюсь, друзья, что вы работаете по трендам, понимаете и видите все вот эти возможности, которые мы с Виталем вам обозначаем. Не мудрите и, соответственно, действуйте в правильном ключе. Так, сегодня по поводу инвест-идей. Давай так к демонстрации как перейдем. На самом деле, хочу обратить внимание на евро, ваше, друзья, внимание, на рынок нефти и на золото. Потому что, мне кажется, что до конца этой недели и с заходом на следующее можно как раз попытать удачу в этих активах. В отношении европейской валюты сейчас котировки 1.05.17. Мы видели, как евро воспользовалась передышкой и технической коррекцией по индексу доллара. Ну, я рассчитываю на то, что это техническая коррекция, потому что я покупатель индекса американской валюты. И думаю, что дальше будут более высокие ценовые значения. Но любое трендовое движение, конечно же, предполагает периодическую коррекцию. И в отношении евро тоже мы увидели этот коррекционный отскок с уровня 1.03.50 до 1.05.50. Ну, круто, конечно же. Ну, такие вот рынки, опять же, в плане подвижности и волатильности. Сегодня уже европейская валюта снова снижается, приближается к поддержке 1.05. Я считаю, что индекс доллара, особенно после вчерашнего выступления Джерома Пауэлла, просто обязан на такой риторике добраться снова до 105 пунктов. Соответственно, евро коррелирует с индексом доллара. И евро так же активно, как индекс доллара, должен вырасти, может просесть. В отношении европейской валюты я исключительно скептик. Я считаю, что именно в еврозоне наступит рецессия, скажем, серьезных масштабов. Ну, может быть, в Англии быстрее произойдет, потому что в Англии прямо совсем плохо с динамикой личных доходов и воздействием инфляции на личные доходы. Кстати, сегодня данные по инфляции в Англии уже вышли, но сейчас не буду экономический календарь открывать, хотя я думаю, что там 100% индекс потребительских цен до этих новых локальных максимумов. И в Англии, возможно, это первый регион, где мы увидим из развитых стран галлопирующую инфляцию, то есть когда она превысит официально по источникам, по данным официальных статистиков, 10%. Что касается еврозоны, здесь по-прежнему моя идея строится на худших временах, которые еще впереди, которые точно наступят после принятия решения об эмбарго поставок российских углеводородов в Европу. Потому что это приведет к росту инфляции, ударит по экономической активности, по потребительской активности и станет причиной замедления экономики в целом. На этой неделе, в понедельник, вышел очень интересный доклад Еврокомиссии, где как раз рассматривался такой сценарий, что произойдет с европейской экономикой. Так вот, если цены на нефть вследствие эмбарго вырастут больше, чем на 20%, это вполне реально. Ну, это действительно реально. Даже за последние дни, только лишь на ожиданиях, бренд восстановился со 100 долларов за баррель до 115. Считайте, что это вот уже 15% всего лишь за несколько торговых сессий. Если бренд превысит 130 долларов за баррель, газ также прибавит 20-30% стоимости, то тогда темпы экономического роста еврозоны, они будут нулевыми в рамках этого года. А разумеется, к нулю в плане экономического роста экономика еврозоны сможет прийти только лишь через последовательную рецессию. Рецессия – это крайне негативное явление, которое возникнет совсем скоро. И ожидая это, Европейский центральный банк сейчас, как ни крути, не может повысить процентную ставку. Поэтому я считаю, что евро без агрессивных и жестких мер действий Европейского центрального банка останется аутсайдером. Поэтому моя раньше цель была отметка 1.03.30, это уровень ближайшей поддержки такой мощный. Буквально неделю назад чуть-чуть до нее не дотянули, минимум был 1.03.50, после чего последовало восстановление. Я рассчитываю на то, что вот эти красные свечки, которые мы видим сейчас, часовой таймфрейм, перерастут в вот этот тренд нисходящий дальше. И мы все-таки вот неделя-две и увидим тест поддержки 1.03.20. Это моя прям основная сделка. Для тех, кто не открывал позиции, я рекомендую стартить с текущих уровней, стоп-лосс поставить на отметке 1.05.70 и тейк-профит в районе 1.03. Что касается нефти, 112-38 долларов за баррель сейчас, максимум локальной недельной был 115 долларов за баррель. Моя субъективная цель – 120 долларов за баррель. А факторы поддержки – это смягчение ковидных ограничений в Шанхае, это крупнейший город Китая. Соответственно, снятие карантинных мер практически полное ожидается в конце этого месяца. Я рассчитывал в связи с этим на восстановление экономической активности и на более высокие показатели спроса. Причем этот показатель спроса будет усиливать проблему дефицита, который уже имеет место быть. По данным Международного аналитического агентства от прошлой недели в докладе месячном было сказано, что сейчас спроса, точнее глобальное предложение под конец этого года составит 99,2 миллиона баррелей в сутки, а вот спрос даже без Китая может достичь уровня 99,5. То есть очевидно здесь дефицит предложений. Я рекомендую его отыгрывать сейчас и не шортить нефть, потому что дальше будет еще и энергетическая эмбарго, и, соответственно, более высокие котировки по бренду WTI. И в качестве еще одной сделки, третьей – это золото. Шорт прямо с текущих уровней. Take profit 1770, stop loss 1825. Главный аргумент – это ожидание роста доллара, роста доходности американских облигаций. Вот только что смотрел на 10-летний трежерис. Они сегодня прибавляют 0,11 роста в рамках BOSC. 2,97 доходность. Превысим 3% и больно будет золоту. И индекс вынечных настроений Кайман сейчас говорит о том, что толпа по-прежнему в покупках. Будем идти против толпы. Да, золото очень сильно просело. Буквально за месяц с 2000 до 1800. Это 10%. Круто, конечно же. Чуть более 10%. Да. И это без плеча, друзья. Ну, прям очень серьезное движение. Но мне кажется, что лоу мы еще не достигли. И, возможно, этот лоу лежит даже не где-то в районе 1770, а может быть ниже. Но мне будет достаточно цели 1770. Так, Италий, слово тебе. Всех приветствую. Давно мы не вещали свои прогнозы. Прошло где-то более недели. Итак, ну, в принципе, я с тобой по всем активам согласен, скажем. Но что меня настораживает, то, что рынок достаточно сильно перепродан в основном. Это евро, золото, S&P 500. И вот этот сантимент, который говорит о том, что все пропало, S&P 500 будет падать, еще будет падать. Это возможно, да. Если в том случае, если рынок уже окончательно развернулся, у нас пошел тренд супер-супер нисходящий. Поэтому, возможно, оно так будет и дальше продолжаться. Но, скажем, мы знаем, что на таком негативном сантименте рынки иногда находят какой-то позитив и они начинают от этих медведей немножко бить. Поэтому, если что касается S&P 500, напомню, в прошлый раз я советовал шортить S&P 500. Мы находились ниже очевой отметки поддержки в 41.00. Вот здесь мы торговались. Я говорил за шорт. Мы, в принципе, неплохо отпадали. Мы где-то 4 дня падали. Достаточно неплохо. Около там 200 пунктов. На текущий момент, что у нас возможно? Я, к примеру, был неплохой паттерн позавчера. И вот я своим ребятам говорил, что ищем среднесрочный вариант покупок. Он, в принципе, нарисовался. То есть, просто шел импульс наверх. Была небольшая коррекция. Вот на уровне 40.00. Я сказал, что возможно здесь закупаться. Неплохо мы 100 пунктов сделали наверх вчера. На текущий момент аналогично. Я искал бы точки входа на покупку. Конечно, они могут в моменте меняться. Вот если мы сегодня сильно скинем цену, то картинка будет уже совсем другая. Поэтому это нужно понимать. Чтобы более консервативно сказать о лангах, я бы посоветовал поставить лимитку где-то в районе 41.50. Если мы будем пробивать вот эту поддержку. Возможно, где-то и ниже будет закупиться. Но пока на текущий момент мне мало информации. И достаточно уже высоко после вот этого импульса. Поэтому лимитку buy-stop получается на 41.50 со стоп-лоссом на отметке 40.75 условно можно выставить. И посмотрим. Если вот это все движение, которое идет вниз, последние раз, два, три, четыре, пять, шесть, полгода. Если это коррекционные движения, то мы где-то здесь должны уже нащупать дно и показывать новые максимумы. Обязательно ставить стоп-лоссы, потому что, как и Артем отметил, как я говорил, что в ближайшие годы у нас должна быть не то что рецессия. А вот если сравнить там кризис 2000 года, 2008 года, то это должны быть цветочки. У нас должен быть сейчас какой-то суперцикл кризиса по сравнению с предыдущим, он будет касаться как финансового рынка, так и реального сектора. Ну, реальный сектор уже давно находится, скажем, не на той стороне. Дальше, что касается золота. Золото аналогично. То есть, в принципе, неплохо практически мы полтора месяца падаем. В прошлый раз я отметил, что при появлении каких-то сигналов на лонг, подбирать золото обязательно со стоп-лоссами, потому что оно может, скажем, что такое ловить, скажем, какой-то разворот тренда. Это обязательно. Ты ищешь какой-то сигнал, ставишь стоп-лосс, если он не пошел, идет ниже, и нужно пересиживать убыток, усредняться и так далее. Потому что этого может не произойти или произойти достаточно далеко, и уже, скажем, наступит маршин-кол. Вот как-то вот так. Я считаю, как я в прошлый раз отметил, что нужно искать среднесрочные точки ухода на покупку. И у нас по золоту вот это накопление, возможно, покажет сильный достаточно рост. И поэтому будем искать при малейших, ну, скажем, желательно каких-то более хороших сигналах. Но так как у нас агеры проходят по понедельникам-средам, а возможно, будут проходить в другом формате, то что есть, ну, кто не знает, может там изучить какие-то свечные паттерны. Вот, допустим, у нас был неплохой импульс наверх позавчера, ну, такой слабенький, но уже что-то есть. Конечно, достаточно сильно вот мне не понравилось, как вчера скинули, но вот с текущих можно подобрать. У нас цена сейчас 1812 условно, со стоп-лоссом 1795. Если обновляем этот минимум, дальше ждем нового паттерна наподобие. Желательно, чтобы, к примеру, вот S&T500, когда у нас падал-падал, да, и появился такой бычий бар или свеча с коррекцией. Это уже, скажем, является каким-то предвестником разворота тренда. Ну, там есть много нюансов, но как-то вот так. Поэтому золото я за покупку. Возможно, оно еще протащится, как ты отметил, там в район 1770, возможно, в район, получается, у нас там сильная поддержка в районе 1750-1700. Вот, все возможно, но где-то вот эта область нужно искать, по моему мнению, покупку. Как уже рынок покажет, это другое. Что касается рынка нефти. 120 мы пока еще не сделали. Мы здесь уже практически вторую неделю болтаемся ниже сильного уровня сопротивления. Это у нас сколько? 115, да, мы его никак не можем вот эту зону пройти. Я бы пробовал так. Чуть-чуть, конечно, поджимают. Шарький стекущий со стоп-лоссом за вчерашний хай, это 116. Если мы его выносим, искать точки входа в шорт в районе 119. Там уже посмотреть по факту, какой там будет вынос. Со стоп-лоссом, там, доллар, два. И искать возможность раконсрочного снижения по данным инструментам. Ну и практически аналогично евро-доллар. Здесь тоже, мне кажется, вот эта перепроданность достаточно сильная. По нему появился небольшой импульс. Он перекрыл предыдущее движение, ну, там, на процентов 70. Возможно, здесь тоже больше уровня 100, точнее, 104.85. Будет какие-то точки входа на покупку. Но это уже по факту нужно смотреть, как мы туда подойдем. Возможно, лимит выставить buy limit. 104.90 со стоп-лоссом 101.04.20. Возможно, здесь будет какой-то разворот, или мы попадаем к баррикету. Или так далее. Ну, и в прошлый раз, кто помнит, я выставлял здесь лимит на пробой. Вот этой проторговки, он, в принципе, неплохо сработал. Мы прокатились там одну фигуру вниз. Достаточно неплохо. Как-то вот так. Ну, и по крипте, в принципе, наши с тобой ожидания, они неплохо себе отработали. Мы сделали 30, сделали еще ниже, где-то в районе 25. Некоторые криптовалюты ушли в ноль. Довольно известная, ну, я думаю, ты слышал о криптовалюте Луна. Да, да, да. Она, ну, я ее так не отслеживал, то есть она у меня все на одно. И она обновилась в ноль. Я не знаю, какая ее помещая судьба. Наверное, она уже прекратилась или нет. Поэтому она уходила, как говорят, в топ-10 криптовалют. А сейчас что у нас по биткоину? Аналогично. Мы подошли к сильному уровню поддержки, вроде там, 29. Идет борьба за этот уровень. Но как-то мне не сильно здесь нравится вот эта вся картинка. Я бы сделал вот такой ход, если бы торговал биткоин. Покупку на пробой вот этих максимумов, это получается 31.350. То есть, если мы будем пробивать вот эти максимумы локальные, возможно, мы уйдем наверх. Потому что здесь это... Есть здесь модель и разворотная, но если мы будем пробивать вот здесь в районе 29, то можем дальше и дальше попадать. Поэтому как-то вот так. Но без печа сейчас достаточно неплохие цены для покупок. Конечно, можем еще сходить в район 20, 10 тысяч. Все возможно. Пока у меня все. То есть, идут тренды, идут тренды достаточно сильные. Возможно, среди срочно где-то находить какие-то точки на разворот этих трендов. Возможно, я вот то, что я сейчас говорю, немного спешу. Ну, я же говорю, это, возможно, есть какие-то минимальные сигналы на разборот трендов. Но чтобы словить тренд, возможно, там потратить 3 точки входа, 5 точек входа. Обязательно со стоп-лоссами. И если его словить, вот, к примеру, какой супер-тренд я словил, ну, я его, конечно, не держал столько сделку. Ну, позапрошлом году доллар-иена, да. Она уже полтора года растет ракетой поздно. Я этот тренд, помню, ловил там где-то полгода с стоп-лоссами. Где-то включал мозг и говорил, нет, здесь не покупай. Потому что, скорее всего, показывает шорт, выходил и так далее. Ну, если кто умеет торговать средний срок, то достаточно интересный сейчас момент. Виталий, спасибо тебе за твои идеи, точку зрения. Следим, наблюдаем. Соответственно, друзья, контролируйте риски, следите за загрузкой депозитов. Очень много вводных вам дали, тоже инструменты. Постарались сейчас пробежаться по всем категориям. То есть выбирайте, дело за вами. Мы, конечно же, желаем вам удачи. Сами работаем по тренду, разумеется, используем эти сделки, которые даем. И надеемся, что все мы сможем на этом заработать. Виталий, тебе еще раз спасибо и до скорых встреч. А пока, удачи. Пока.